Привет, дорогие друзья! Продолжаем наше увлекательное путешествие в мир молитв, в мир объяснений, комментарий к молитвам. И я вот что подумал. Я поговорил с своим учителем, и он мне подсказал такую вещь, что было бы здорово пойти с самого начала. То есть, с утренней пробуждения мы уже записывали модеаны, записывали начало нашего дня. И я вот что подумал. Давайте мы пойдем. Вот, утренняя молитва, то есть шахарит, подготовка сосуда, подготовка до молитвы. То есть, это... Мы записывали, кстати, тфилин, но как-то, чтобы оно не было... Чтобы была какая-то хронология, не просто... Мы разрываем. Я неправильно вот это все сделал. Хочу сейчас сделать это вот по хронологии. Я буду подсматривать, я себе сделаю записи для того, чтобы меньше вот это убрать, вот этот весь хаос. И максимально дать информацию правильно и коротко. Окей. Идем. Значит, мы говорили о том, что мы проснулись. Мы... Начало нового дня. Начало у нас... Нашего такого... Запуска. Физического. К этому физическому запуску мы еще должны запуститься духовно. Теперь, что такое духовный запуск? Это модеани. Мы уже говорили, есть урок записанный, там про модеани сказано больше. Потом мы говорили о... Руки. Говорили туалет. А сейчас будем говорить... Давайте пройдемся сначала структуру. Вообще структуру... О благословениях утренних будем говорить, но давайте пройдемся структуру. Теперь, как вот вообще это все появилось? На самом деле, мы молимся не Богу. Мы молимся себе. То есть, мы молимся перед Богом. Вот. Шахарид... Шахарид... То есть, это утро. Шахарид нам подарил Авраам, Минху нам подарил Ицак, Маарив, Арвид нам подарил Яаков, праотец. После разрушения второго храма, то есть, это первый век нашей эры, мудрецы собрались и сделали вот что. Сделали вот некую структуру, структурирование молитвы. То есть, это что-то было взято с торы, что-то было взято мудрецами, что-то с псалмов Давида. И у нас появилась структура. В принципе, молитва не отличается, есть традиция ашкенадская, есть и фардская традиция. Молитва не отличается генерально ничем. Есть, конечно, различия, допустим, произношения, ну, значение одно и то же. Есть благословения, там говорят такое, там такое, там в той очередности, говорят, или же в другой. Творец, вот как Рава Шлаг говорил, творец, да, творец существует. И он уже нам все дал. Нам просто это надо получить. Мы, кстати, сейчас по традиции, я по традиции, меня сидур по ари, ари и цаклуре ашкеназы, вот. И, в принципе, начинаем. Давайте начинаем, 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 начинаем. С первого благословения, да. Первое благословение. Я буду это все на русском читать, так как мы общаемся с вами на русском. Будем читать. Благословен ты, Господь, Бог наш, Владыка Вселенной, дарующий... Нет, я со второго начал. Ошибка. Надо начинать с первого. Благословен ты, Господь, Владыка Вселенной, наделивший способностью мое сердце, отличать день от ночи. Зачитаю комментарий к этому благословению. Величайший дар, когда у человека есть свобода выбора. Смысл фразы «отличать день от ночи» в том, что мы сами способны выбирать между светом Творца и тьмой, между добром и злом. Произнося это благословение, мы получаем возможность четко увидеть разницу между этими двумя сражающимися силами, которые обычно скрыты от нас. На воду, кстати, благословение Баруха Тадонелеви. Мелия вауалам. Шараколния абидвраум. Теперь. Это первое благословение. Отличать день от ночи. Благословение номер два. Дарует зрение слепым. Благословение Господь, Бог наш, Владыка Вселенной, дарующий зрение слепым. Про каких слепых идет речь. Царь Давид сказал, у нас есть глаза, но они не видят. У нас есть уши, но они не слышат. Слишком часто нас ослепляют коростные устремления. Слишком часто мы не можем предвидеть надвигающегося на нас хаоса. Сила этой молитвы помогает нам развить нашу интуицию, чтобы мы могли увидеть истину, которая обычно скрыта от нас. То есть глаза, глаза, зрение, зрение души. Глаз души. Благословение номер три. Благословен Ты Господь, Бог наш, Владыка Вселенной, освобождающий узников от оков. Комментарий. Мы часто становимся пленниками своей работы. Жизнь такая сегодня. Благословение кредитных платежей, взаимоотношений, карьеры или даже мнения других людей о нас. Это, кстати, то, что очень важно у нас сегодня. Как мы выглядим, что о нас подумают, что о нас скажут и так далее. В сущности, в той или иной степени, каждый из нас находится в плену своего желания получить только для самого себя. Потом об этом отдельно поговорим. Энергия третьего благословения может освободить нас из тисков этого мощного и саморазрушающего желания. То есть мы сами заходим в плен того, что мы принимаем и что нас окружает. Эта молитва, это благословение помогает нам уйти из этого плена. Четвертое. Благословен ты Господь Бог наш, Владыка Вселенной, расправляющий вещей сгорбленных. Кстати, когда я всегда произношу это благословение, я всегда вот сразу поднимаю плечи, спину ровняю, подбородок. Суть этого всего, внутренний смысл этой молитвы отражает наш искренний взгляд на мир и людей вокруг нас. Наш эгоцентризм искажает восприятие реальности до такой степени, что все другие люди кажутся нечистыми, неполноценными и неправыми. Последовательность арамейской буквы этой молитвы подводит нас к необходимости трансформировать нашу темную сторону, которая искажает восприятие других людей. Речь о эго. Речь о том, что мы не всегда видим суть полной картины или же мы иногда ослеплены обратно же своим эго, своим желанием. И в принципе нам эти буквы, нам это браха, благословение помогает. Благословение номер пять. Благословение ты Господь Бог наш, Владыка Вселенной, одевающий щей нагих. Каббала объясняет, что тело человека это одежда души. Подобно тому, как скверный человек не может изменить свой характер, надевая дорогой костюм, дорогую одежду, так и мы не можем добиться внутренних изменений и долговременного удовольствия без подключения к сознанию души. Последовательность букв в этой молитве позволяет нам возвыситься над сознанием тела и подключиться к сознанию души. Кстати, вот такой комментарий. Мальбуш означает одежда, имеет такое же числовое значение, что и слово хашмаль, электричество. Потому что звучит оно вот так. Вот это электричество по числовому значению, по гематрии. Важно то, когда мы можем быть, находиться все время в... И это очень тяжко, когда мы можем находиться все время в, что называется, подключении, все время с Творцом. Знаете, мы говорили про грех, это когда мы сделали что-то, грубо говоря, не попали в десятку. С лука, когда стреляем, не попали в десятку, это не попадание в цель, Это когда мы что-то сделали без сознания, без силы света, без Всевышнего, скажем так. Идем дальше. Шестое благословение, потому что у нас еще много их. Шестое. Благословенный Господь Бог наш, Владыка Вселенной, дающий силы уставшему. Мы часто пытаемся измениться в лучшую сторону. Мы пробуем подавить наши страхи, избавиться от гнева и преодолеть зависть. Но противник, Сатан наш, негативное сознание, противник, Сатан, и негативное сознание ведет с нами внутреннюю битву. И это, послушайте, у меня здесь сейчас, я все прочитаю, чтобы... И это в силах помешать над совершенством. В общем, давайте я дочитаю вот этот порцелот. Окей. Последовательность букв этой молитвы дает нам дополнительную поддержку и энергию, чтобы победить Сатана. Уставший человек, это не тот человек, есть физическая усталость. Это нормально, когда мы в тренажерном зале или где-нибудь, мы устали физически. То есть, кислород в нашей крови менее насыщен, она менее насыщена кислородом. Мышцы устали. Мы часто это можем почувствовать в конце рабочего дня, что мы устаем. Но мы должны понимать такую вещь, что 70% энергии седает наш мозг. То есть, мы когда устаем, есть такое моральное усталость, знаете, такое выражение. Что это значит? Это значит, что меня кто-то сегодня там где-то вампир был, называют, энергетический. Или я там от чего-то, от работы, от действий, от встреч, от людей неких, от бизнеса. Я взял и устал. Это одно дело. Второе дело, это духовная усталость. Духовная усталость, это когда у нас нету, что мы делаем, когда у нас физическая усталость. Мы ложимся спать, идем в душ, кушаем, не знаю, гуляем, дышим. Так же самое у нас есть духовная усталость. То есть, душа наша устала. Это что значит? Нам надо зарядиться. Почему, кстати, мы ложимся спать? И очень важно, есть шма перед сном, то есть, молитва перед сном. Это важно тогда, чтобы мы успокоились. Нашу душу в Талмуде написано, что на 60-е сна это смерть. Смерть это на 1,60 приходит, когда мы засыпаем. Вот. И важно, чтобы и душа наша отдохнула, потому что мы там произносим на ночь некоторые молитвы. Мы дойдем и к ним тоже. Но это такой заряд, чёрдж. Вот. Этот чёрдж важно делать не только перед сном, когда мы и физически отдыхаем. Вот то, собственно, чем мы сейчас занимаемся, это зарядка, только утренняя подзарядка. Идем дальше. Благословение номер 7. Удерживающий землю над водой. Благословение Господь Богу, благословение Вселенной, удерживающий землю над водой. Теперь, что это такое? Каббалла, каббалисты учат, что до сотворения мира всю реальность заполняла вода. Вода является физическим выражением энергии милосердия, то есть хесета. И свет Творца также известный как желание делиться. Мы говорили о желании получить для самого себя, а сейчас говорим о желании делиться. Суша отражает физическую материю, известную как желание получать. Бог создал хрупкий баланс между желанием делиться и желанием получать, проявляющийся в равновесии между водой и землёй. Седьмое благословение помогает нам достичь этого баланса и поддерживать его. Да. Важно всегда быть во всём в балансе. Не только в духовной работе и физической, а в балансе внутреннем. Мы сейчас не говорим о духовности, мы говорим о том, когда человек сбалансирован внутри. Кстати, важен баланс тоже и в духовности. Не надо сразу быть цадыком, становиться праведником. Я буду 10 раз в день молиться, или я там одену цицит и отращу пейсы. Горские евреи говорят, в осло тоже есть борода. Это ещё ничего не значит. Нужен баланс. Собственно, мы говорили о балансе. Баланс это какая-то сепарация чего-то. Главное не терять всегда здравый рассудок. Идём дальше. Благословение номер 8. Благословение Господь Бог наш, Владыка Вселенной, направляющий шаги человека. Кстати, шаг. Ноги. Это когда человек вступает на духовный путь, он неизбежно сталкивается с препятствиями и сложными проблемами. Это благословение наполняет нас уверенностью. Он убеждает, что мы на правильном духовном пути. Даже тогда, когда туман перед глазами мешает нам идти по выбранному пути. Имеется в виду туман это те препятствия, которые мы получаем. Те препятствия, которые на самом деле хотят сделать нас сильнее, трансформировать нас внутри. Трансформацию всегда делаем мы. Но у нас есть право выбора. Есть неодушевленный, одушевлённый мир. Есть человек, у которого существует право выбора. Допустим, у льва права выбора нет. Он хищник, но это неплохо, потому что у него задание такое кушать. Ему надо это делать. У человека есть право выбора. Вот. И мы выбираем, куда идти, что делать, как это делать. Но когда человек становится на обычный духовный путь, у него сразу, ой боже, я когда это не делал, у меня всё было хорошо. А сейчас я это начал делать, и у меня то не получается, так не получается. Или же наоборот, всё стало ещё лучше. Так это называется работа, получение света без сосуда. У нас должен быть какой-то некий сосуд, некий контейнер, некая ёмкость для того, чтобы если на нашей дороге попадается благо, и их очень много, благо в виде знакомств, в виде денег, мы могли их куда-то положить. Очень важно. Двигаемся дальше. Благословение номер девять. Благословение Господь Бога Нового Вселенной, отвечающий всем моим нуждам. Это благословение не произносится, между прочим, на девятая ава и на ёмки пур. Эта древняя последовательность букв помогает нам получить то, что в действительности и в чём действительности нуждается наша душа, не то, что нам подсказывает наше мимолётное желание. Что важно? Важно то, что мы иногда думаем, что вот эту вещь нам надо, мы без этой вещи не сможем, или без этого человека мы не сможем, или это точно то, что мне надо, я истинно это знаю. Но это всегда, кстати, вернее, не всегда так. Надо, повторюсь, во-первых, здравый рассудок, во-вторых, а как мы можем знать точно? Знаете, есть выражение «пойди знай». Важно то, что всегда надо понимать, что по нашему дикуну у каждого человека есть исправление в этой жизни. Допустим, то, что нам, как меня мой учитель, учил и учит, то, что некомфортно нам в жизни это делать, это, по всей видимости, то, что нам наоборот надо делать. Или то, что нам очень нравится, это, наверное, то, что нам не надо делать. Простой пример, там, нам нравится выпивать алкоголь, это, наверное, наш истекун, то, что нам надо и сделать исправление в этом направлении. Двигаемся дальше. Десятое благословение. Благословение, благословение Господь Бога на благо Вселенной, укрепляющее силой народ Израиля. В арамейском языке слово «сила» звучит как «гувра» тоже. Числовое значение «гувра» — 216. Это соответствует три раза по 72 имени Бога, которое помогает нам утвердить силу сознания над материей и преодолеть нашу реактивную природу. Еще один секрет скрыт в последних трех словах этого благословения. Первые три буквы трех последних слов «алет ют бет» имеют такое же числовое значение, то есть 13, как арамейское слово «агава» — «любовь». Если в нашей жизни есть любовь, мы всегда сможем подключиться к силе 72 имен. 72 имени Бога — это шмот, 14 глава, 19, 20, 21 стих. Это тоже, кстати, отдельную тему, поэтому можно сделать очень большую. Собственно, здесь комментировать-то нечего. Все написано. Одиннадцатое благословение. Это «венчает народ Израиля» — «блазин ты Господь Бог, на благосилена, венчающий народ Израиля великолепием». Слово «леголепием» на арамейском «тифара» происходит от корня «тиферет». «Тиферет» — это сфера или измерение, соединяющее верхние миры с нижним нашим мальхутом. Это вот сфера перед мальхутом, над мальхутом. Сила слов этого благословения позволяет нам подключиться к свету и сохранить его словно, создавая портативный аккумулятор, который будет снабжать нас энергией даже после закрытия Сидура. Наверное, надо двигаться на двенадцатое благословение. «Блазин ты Господь Бог, на дыро Вселенной, за то, что ты не создал меня человеком с ограниченным желанием». Это очень классное благословение. Если воспринимать эту молитву поверхностно, она может показаться дискриминацией. Но, согласно Каббале, смысл молитвы не имеет ничего общего с религиозной принадлежностью человека. Здесь идет речь о людях, которые не имеют очень сильного желания получать, чтобы делиться. Это благословение разжигает наше желание духовного роста внутри измерений и позитивной трансформации. Следующее благословение, номер 13. «Блазин ты Господь Бог, на дыро Вселенной, за то, что ты не создал меня рабой или женщиной рабыней». Эта молитва дает нам поддержку, необходимую для того, чтобы не оказаться в плену нашего реактивного поведения и материального мира. Это очень важно, когда мы, конечно, знаем, что нам надо, и когда не нас должны наполнять вещи, а мы должны наполнять вещи. То есть, допустим, можно так сказать, автомобиль – это средство передвижения. Ну, а там кто-то скажет, ой, а у тебя, я не про себя, а у тебя Мерседес. Ну, я люблю комфортное, допустим. Или самолет – это средство, это там, вау, это роскошь. Да нет, это средство экономии времени. Если на это все так посмотреть, оно все у нас будет. И мы же не забываем, что мы в мире маркетинга живем. Мы мечтаем о новом обратном Мерседесе. Мы его на билбордах видим, мы его видим в рекламе, мы его видим, там, инфлюенсеры про него рассказывают. И все такое. Мы достигаем, вот идем к тому, чтобы его купить. Мы купили этот Мерседес, там, вот, модели такой-то, выпуска, там, серия номер пять. Вот. Завтра мы на нем ездим, несколько дней появляется новая серия S-класс, там, пятого поколения, или шестого поколения, понимаете? И здесь, и мы, а что нам уже, мы не наполнены, потому что у нас уже, кто-то скажет, да, это мотивация к новому, ну, окей, ну, я это получил, я этим хочу, это, ну, то есть, что называется, кайфануть, я от этого хочу пользу получить. А мы не должны вот этой вещью наполняться, то есть, быть заложником, рабом этой вещи. Это, мы должны понимать, что эта вещь нам помогает в жизни, кем-то создано, дай Бог, чтобы это было создано тоже со светом, с любовью, с хорошим настроением, с хорошим сознанием, тогда она нам поможет. Идем дальше. Благословение Господь Бога, Назлака Вселенной, это то, что ты не создал меня женщиной. Это было у нас 14-е благословение, или за благословение Господь Бога, Назлака Вселенной, это то, что ты создал меня по своей воле. Это благословение может показаться шовинизмом, но это не так. В мудрости, в кабале, мужская энергия предоставляет собой измерение дзейранпин. Это состоит из сферот от Хеседа до Исода дзейранпин, является проводником, некой трубой, через которую свет поступает из верхних миров в наш нижний мир, в Мальхуд, который предоставляет собой женскую энергию, то есть мир Мальхуд, это женская энергия, тратата. Это благословение повышает нашу способность генерировать духовный свет с помощью двух энергетических сил, мужской и женской, и помогает двум половинкам души мужской и женской воссоединиться. То есть никакой вообще дискриминации, шовинизма и так далее, просто комментарии. Потому что иной раз мы, когда что-то видим, читаем, особенно это если связано с Торой, если почитать, скажем так, неподготовленный человек, невооруженный знаниями или учителем, или информацией, ему может это показаться, конечно же, странным. Какие-то жертвоприношения, кровь и так далее. На самом деле есть, мы знаем, что есть четыре уровня понимания Торы, Продес, Пшат, Ремид, Браш, Сот. И это очень большой секрет, это была очень большая тайна закрыта там. Но это тоже отдельным уроком. Я повторюсь, это не эксперт какой-то, или не учитель, я просто делюсь знаниями, которые у меня есть. Мне очень приятно, что у меня есть такая возможность. Так что двигаемся дальше. Это у нас пятнадцатое благословение, и что нас учит, допустим, Каббала в этом? Многие каббалисты говорят, что человечество спало в течение двух тысяч лет. К сожалению, некоторые люди всю свою жизнь проводят во спячке, спят во сне, всю жизнь. Они никогда не повышают уровень своего сознания, и не стремятся к истинным внутренним переменам, изменениям. Арамейские буквы этой молитвы помогают нам пробудить нас от этой комы. Время настолько ускорилось уже, когда говорили в 2000 году, это конец света и так далее, это что имели в виду? Это конец света, медленности, это мир с того процессов, которые были вот такие, перешел в вот такие процессы. Мы можем это иллюстрировать, вспомнить очень здорово. Очень здорово, я помню 2013 год, я поехал в Таиланд, полетел в Новый год, что-то праздновал, как-то было вот так. И я смотрю бокс, и иногда MMA, бои без правил, это всегда обычно утром. Так как у нас разница во времени, это проходит в Америке, день-ночь. В Таиланде это было чуть наоборот, но это тоже было днем. Я был удивлен, мы ходим на катере в море, идем. Я смотрел это, был уже тогда у них там 3G без проблем и так далее. То есть там это уже было так, я обратил внимание, что как-то так все легко, быстро. Потом, когда я в Киев прилетел, этого еще так не было, это только развивалось, это как-то были еще такие более медленные процессы и так далее, так далее. Сейчас вы посмотрите, действительно, особенно это коронавирус, что сделало. Все пошло там куда-то в онлайн. Это тоже отдельную тему про диджитализацию общества можем сделать, потому что я с этим работаю. Но суть того, что все очень ускорилось. И когда мы ускоряемся, мы не всегда видим полноценную картину, происходящее вокруг нас. Мы даже забываем о себе, потому что мы вот так в процессе, в процессе летим, 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 летим. Очень важно не спать и не дремать. Идем дальше. Дальше у нас Ира Цон. Ира Цон убирает контроль над нами. Внешне негативным фактором энергии, который называется ХИЦОННИМ. Эта молитва помогает устранить скрытый внутри нас негатив. Могу ее прочитать. И да будет тогда, где Господь Бог, наш и Бог, отца наших, наделись на прилижение, жженый тварь твоего сердца, освоенный за твои исполнения твоих западников. Не допускай, чтобы все лишали мы грехи, преступления, злодеяния, сбавность, испытания, позора, давали нас злого начала над праведным способом по праведному пути. Почтини себе греховную нашу природу. Да и прийдем мы сегодня, впредь, милость, любовь и сердце в твоих глазах, и в глазах всех, кто видит нас, отдали нас благотворенной любовью, благотворенной любовью, даривающей благотворенной любовью свой народ Израиля. Вот так она звучит. После нее идет гейрацон. Гейрацон снимает власть хитсоним, внешненегативной энергии с нашего окружения. В этом разделе мы упоминаем 11 аспектов, которые соответствуют 11 благовониям кет-кет-торет. Слишком часто мы притягиваем плохих людей и сложную ситуацию в свою жизнь. Сами мы эти делаем. Мы оказываемся не в том месте, не в то время. Мы имеем дело с не теми людьми. Во время чтения гейрацон мы получаем возможность убрать все негативные события и предотвратить их вторжение в нашу жизнь. С помощью силы и гейрацон мы охраняем себя и 11 источников зла, которые могут вторгнуться в наше окружение. Кстати, очень важно, если у нас что-то это было вчера, мы можем при чтении этой молитвы вернуться, закрыл глаза, вернуться в то событие и сделать так, чтобы, допустим, я хочу поменять это событие, чтобы я с этим человеком высыпал контакты, чтобы у меня было не так окей, я вернулся туда, я не ступал, чейндж сделал, я не ступаю с этим человеком в контакты. Вот. И в следующий раз всегда, когда, я думаю, нам, я уверен, творец нам будет всегда подсказывать, такое attention, пип-пип, помни, знай. Идем дальше. Вот, пошли сейчас благословения, они называются Беркот Тора, Га Тора, благословения на Туру. Три благословения. Так, это 16, 17, 18. Значит, я сначала их прочитаю, по очереди прочитаю, потом будем комментировать. Благословение. Связывает нас с внутренней энергией Торы, которая наделяет нас силой и мощью всех предыдущих молитв и наполняет нашу жизнь желаниями и духовной энергией. Это было 16-е благословение. Сейчас идем к 17-му. 17-е благословение. Благословение. Оно звучит так. Сделай так вот, спой, Бог наш, чтобы слова Торы Твое стали в сладу наших уст и уст народа Твое Дома Израиля. Добудем все мы и потомки, наши потомки, наши потомки, и потомки народа Твое Дома Израиля. Знайти мне эту и ее. И учитывая Тору бескорыстно. Благословение Твое Дома Израиля. Комментарий вот какой. Произнося это благословение, мы сознательно можем помочь другим людям почувствовать энергию Торы. Молитва дает нам на эту возможность по-настоящему заботиться о других и делиться светом Творца. А это является самым мощным способом трансформировать наше реактивное поведение в проактивное. Очень часто коучи и тренера разные по личностному росту, по бизнесу росту и так далее, нам говорят быть проактивным и так далее, не делать негативные вещи, быть позитивным. Но это все, понимаете, это все, это очень классно, но это, я считаю, если вы придете в тренажерный зал, сядете час, посидите на тренажере, я не уверен, что мышцы ваши вырастут. Вот, это работа. То есть, как я могу быть проактивным, как я могу давать, как я могу получать, как я могу кому-то что-то дать, если я это не получил. Вот, это большая очень работа, большой труд, не однодневный, так что самое главное не делать букет на цветочный период, так это называется. Когда там мы загорелись сильно, мы это хотим, все, у нас что-то завтра не получилось, и мы, да, фигня не работает, или там, да ну его. Степ бай степ. Идем дальше. Благословение. Это, кстати, то благословение, когда на Алию вызывают, мы произносим. Это то благословение, которое нас подключает к Торе. Арамейское слово «хай», «жизнь», имеет числовое значение 18, 1-8. Это благословение связывает нас с древом жизни. Эц ха-ха-им. Ха-им, вот так. Измерением, где есть только наполнение, порядок и бесконечное блаженство. Осталось у нас крайнее благословение, это благословение Коэнов. Вот, я его почитаю. И Господь говорил с Масяем и сказал. Сразу же подключаемся к Торе. В конце 18-го благословения мы сразу подключаемся к Тори. Предложения, которые мы повторяем, это благословения Коэна, священников. В древние времена, когда Коэн благословлял народ в храме, он использовал формулу. Это одно из 72 имен, это юд-юд-юд, три юд. Каждое из трех последующих предложений начинается с юд. Когда мы произносим эту молитву, она активирует невероятные целебные силы в нашей жизни. То есть, это правая колонна хэсет, с юд начинается, левая колонна гвура тоже с юд начинается, и тыфред, центральная колонна тоже с юд начинается. Это же, понимаете, все там написано, все скрыто от нас, и нам некие мудрецы приоткрывают вот это окно знаний, и мы, я считаю, этим надо пользоваться и, конечно же, делиться. Спасибо большое за внимание. Если вы досюда досмотрели уже, очень приятно. Напишите, если вы будете иметь время и желание, напишите, прокомментируйте, скажите. Я повторюсь, я не гуру, не учитель, я просто человек, который делится, которому интересно, который старается, вот. И буду очень благодарен вам за обратную связь. У меня можно Facebook найти, у меня есть на прекрасном портале Вайкра тоже аккаунт, вот. И вы можете и писать, и спрашивать. Желаю вам хорошего, продуктивного дня, недели, и до скорых встреч. Пока.